Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 570. События дня. 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых за 5 июля 2017 года. Вот такой эпиграф взял 1 Коринфянам 9.22 и скажу, что за жизнь свою, так мне видеться, не встречал человека, который полностью соответствовал бы этому стиху и стремился по нему быть. Для всех сделался всем, не нарушая главного принципа. Но я могу сказать заранее, что из сектантов практически никого нету, из старообрядцев нету, православных, да нет. Даже мысленно хотя бы для всех сделать совсем, даже если практически нельзя выполнить, то как? Я говорю, вот сейчас 2 миллиарда мусульман, такое противостояние, убийства, взрывы по всему миру, они не приемлют изображения. Коснусь православных католиков, у которых это есть, про других не могу сказать, мало знаком. И поставили бы условия, они будут православными, они примут Христа, они обратятся. Но только уберите иконы, чтобы нигде не было икон у вас. Пойдут или нет? На 100% гарантия, не пойдут. Я уже беседовал со священниками, архиереями. Не пойдут. То есть иконы дороже спасения миллиардов. Но отсюда явно видно, что перекос пошел совершенно не в ту сторону. Для всех сделал со всем. Ну а если будут требовать противозаконного, там не соглашаться. Противозаконного, против Писания. Но нигде нет в Писании тому, чтобы иконы целовать, поклоняться. Что это не идолы, это определенно. Но повеления нет. Не надо обвинять, что «А, иконоборья» сразу. Ну, в панику. Самые настоящие долопоклонники православные, многие, которые без иконы молиться уже никак не будут. Никак. Вот просто один возьми момент и все. А как вот у католиков? Ну, возьми, что нет никакого приматопапства. Папа не является наместником Христа. Никто его не ставил. И он не может быть князем над всеми. Откажитесь от этого догмата. И все православные, ну, филёк вы это, отмените то, что добавили от отца и сына. Хотя это не противоречит. Не пойдут. Будут гнуть под себя крестовыми походами, иезуитством, инквизиции. Ну, не пойдут. Вот сектантам, скажи, самое главное. Без рукоположения от апостольских времён нет церкви. Ну, прими этот пункт. Ни в жизнь. Никак. Тем более, ложные у них учения в этом. Они все, как последователи и наследники Дофана, Верона и Корея, числа 16 глава. До всех сделать со всем. Вычинить главное. Главное тут уступки не может быть. И то ещё посмотреть, как. Тем более, история уже проходила о эти вираже. Левый Саврянин не был против икон. Это обман. Он не был. Надо было только, говорит, поднять их повыше, чтобы лбами-то не стукались. Ничего другого не было. Уже не пошли. Тысячи жертв ссылали. Но, наоборот, ещё больше усиливалось. И к чему пришли результат? Икона почитания. Да никакого почитания нет. Не буду же разговаривать с портретом, когда здесь человек. Вот это уже доказательство такое. Но если я верю, что Бог живой, Бог есть Дух. Ну, какая мне надобность в данный момент, когда я молюсь, иметь изображение. Тем более, изображение, не соответствующее истине. Никакой гарантии нет, что Христос имел длинные волосы. Откуда это взяли? Он не был Назареем. Назарея не был. Он вино пил другу винопийцам. И никогда он Назарейство не принимал. По месту жительства его прозвали так. Назареем наречёт. И вот так. Вот этот стих, он показывает, истинное ли было рождение свыше. А Павел делался для всех, всем. Для всех, всем. И показывал для чуждой закона, как чуждой, не будешь ещё сам чуждой закона. Я уж не говорю про старообряд со всех толков. Ни в жизнь, нигде, ни в чём не уступят. Какая разница тебе одно И или два И в имени Иисуса, когда Ешова полторы буквы. Если считать за полбуквы, кратко и кратко, не пойдут. Я с ними очень хорошо знаком. Никогда. Более чем на 50 толков разъехались, разошлись. Непримиримые. Из старообрядцев, старые книги. Также не приемлют Никона. Одинаково всё. Книги те и персты слагают. Всё одинаково. Изображение какое-то или буква, или от кого вы... Начало пошло. Поющее, не поющее. Разговариваешь. Голубей. Это интересно у старообрядцев. Кошек там ещё держат. А некоторые вообще никак. Собаку нет. Ну, держат другие собак. Охотники есть, староверы. А голубей нет. Нигде. Ну, встречается в Красноярске один, так он перешёл, как они говорят, из Никоньян. Ну, с голубями вместе. Вот так, нет. Занимается вот голубеводством, впрочем, мусульман отрицательное считается. Почему? Хотя у других, там, афганцы, у них встречаются и собаки порода такой, и голуби. Есть такие... Упёртость. И несместно. Оправдывают. Свинью оправдывают старообрядцы. Свинью можно есть. А ещё, жёлчь была свиная, которую давали Христу. Откуда это известно? Неоткуда. Басни бабьи. И так почти в каждом месте, и везде, и всё. Да что, с Арием надо было соглашаться? С Арием не надо было соглашаться. Никто этого не говорит. Он еретик. Для Ариан сделать совсем. Ну, в другом смотреть надо доказать. А далее показать. У Ариан было много хорошего. Златоус увидел, что у них идут крестные ходы с песнопениями. Тоже контр-ходы дал. А не то, что, а, так это еретическое. Зачем нам нужно? Свои песнопения православные вложили. Сектанты отошли от чего? Правильно, на русском языке. Ну, и взять надо доброе, песнопение, понятное. И взять это надо доброе. Вернуть все к тому, как в причастии отдельно было тело и кровь. Нет, нигде никак. Вот сейчас, если придумали попы ладошкой крестить, ладошкой. В воду не погружают. Ну, явное дело, что католическое всё уже. И не сдвинуть с места. А зачем ему? Главное, чтобы не работать, пузо отростить. Пузатые. Неподъёмные. И что тут скрывать-то? Ну, посмотри сам фотографии. И выходят с таким чревом, барабаном слоновьим. И выходят на люди, и не стыдятся ничего. Даже это, закрой рот. Удали из себя лишнее 70 килограмм. Скинь их, и ты увидишь, как просветлеет в мозгах толстая чрева, не рождает тонкие мысли. Ну, явное дело, что ел тайно, а вывалил-то явно, тебя же видно. И поэтому они лютуют против всего, что трогает их безобразие. А вы перекрещиваете, да вы не крестили, что перекрещиваете, портил. Ну, человеку дали задание рубить дом. Рубить дом, это означает поставить. Каждое брюно затесать. Он нанялся, ничего не делает, лежит, спит. Вот, начинаешь делать. А вы тогда, наоборот, перестройка, перья, перья они не любят, перекрещивание. Да не было крещения, никакого перекрещивания нету, был обман. И сколько обманов этих? Миллионы, миллионы. В той же самой московской патриархии. Уже и патриарх Алексей об этом говорил. Я все эти данные из церковной хроники выпил. А, бесполезное дело, он не будет. Это надо готовить. Вот я говорю, что вел занятия в пяти университетах, институтах. У нас подготовка была 450, потом мы сделали 500 часов подготовка к окрещению. А потом только проверка. 500, как епископ, но он говорит, не скоро допускать приходящих от блудной жизни. А здесь нету. 500 минут нету. 500 секунд даже нету. Ну, какое сравнение-то? Ну, несколько минут там крестик надел, надел. Так, крестик-то весь изуродованный, на крестик не похожий. У священников, по-другому, на ризах лепестки какие-то. Даже крест и тот скрытый. Нету креста. Ну, разве овальное было такое накручено? Крестик, интересно. Масонский крестик. Посмотрите, какой был у Гитлера награждали. И такой тоже есть. К центру сходится узко, а дальше расширяется. Ну, лишь бы скрыть крест. А на храмах-то накручено железо. Куча железа. А простой крест... Ну, посмотрите, кое-где есть еще прямые линии. Четырех, шести, восьмиконечный крест. Это никакого значения-то не имеет. Главное, что никаким авторитетом не пользуется священное писание Библии. Сразу. А, сектанты, баптисты. Вот так. Для всех я сделал совсем событие вчерашнего дня. У нас приехал Демченко Владимир. Он из Украины. Работает в Италии. Грузчиком говорю. Вчера их записал, двух Владимиров Галендухина и Демченко. Как у них, как они пришли, как нас нашли. Вам интересно потом будет. Но это не, через десять может появиться ролик. Это событие. Сергей приехал с тремя собаками. Он настоящий кинолог. С ним ураган. Это, с которым мы ездили на благовестие. Верный. Это более молодой. Вот. Ну и какую-то породу такую даже не выговоришь. Тоже. Все кобели. К черному, говорит, кобеля не отмоешь до бела. Это говорят о мужчинах, которые любят ходить по чужим бабам, как они говорят. Пошли по бабам. Пошли. Открывают. Она его серпом в живот и вытянула кишки ему в Афганистане. Пошли по бабам. Пошли на смерть к червям. Как да никак. Ни твоя, ни притрожь. Хорошая у них мусульман. Это хранят женщин. Отличная. Хорошо, что пять раз молятся намаз. Отличная. Лучше некуда. Ну и так возьмите то, что есть хорошее. Хорошее это и надо брать. Вот событие. И где он, Сергей, приехал, располагается. Там у нас с Аманной называется. И гостиница. И вот мы там вчера не жуков собирали. Потом здесь жгли их. Колорадского жука. И вокруг все помещение надо было все прибрать. Крапива и лопухами заросло. И все равно прибрали. На коленях, на коленях. Ползешь, рвешь лопатой, выкапываешь. Лопата согнулась одна. Это вот один день. Ну а остальные теперь появились люди. Виктору Николаевичу Савченко. Помощь. Вчера уже пять человек работал. А то один. Сарай. Сгнил весь. На старом фундаменте их кладет. Перед вечером вдруг налетел ветер, дождь, как будто буря. Ну прям несколько, ну не знаю, может минут 15-20 свет погас. Определили то, что ветки деревьев касаются. Деревья-то выросли. Кто первые? Первые электричества или деревья появились. Даже не знаю я. Под проводами-то садить. Они в сторонке. Ветер наклоняет и замыкает. Ну и большой сук тут есть. Сразу за Романом Малышовым Игорь. Железную лестницу притащили. Он залез, спилил. Он пилит мастерски. Но я пошел проверять дальше. Это еще в трех местах нашел. Ну и Игорь говорит, лестницу тащить не надо. У нас лестница деревянная. Да к нам идите домой. Делайте свои дела. Мы тут с Володей Пащенко. И начали. И обработали 5 мест примерно деревьев. Лестницу ставили. Он лез. Ну и старая береза, которая отломлена была. Ее тут обработали. А из этих веники можно делать. Привезли. Это дело. Это событие. Да целое событие. Деревья ломаны. Провода замкнули. И дали электричество. Ну дали. Тут своя трансформаторная будка. Там Владимир Александрович Устинов поближе живет. Мы еще на дереве. А уже от барабашей сигнал. Что там у вас? Скоро нет. Готово будет. Дали отбой. Все. Мы закончили. И тогда дает ток. Пока от тока у нас никто не страдал. Ни в непобитые. Вот. Сергея туда с собаками. А Демченко забрали к себе. Здесь он теперь. Ну кто-то там будет еще. Сегодня четверг. Торчет тут костер. Субботу баня. Воскресенье крещение. Ну вот целый год подготовка идет. Раньше много приезжал. А теперь всячески прошу искать на месте. Не ездить. Не тратиться. Мы же своего не ищем. Потрудиться найти. Вчера еще слабенькая пила оказалась у нас. Пилить надо было. Уже пилой. Но все равно щурок маленько наковыряли. Побили. Которые самые толстые. Пилили. Занятия Надежда Васильевна ведет. Это тоже события. Дождь прошел. Тут босиком пробежаться по России. Подожди. Маленькие события. А что спрашивается. Нас мало. И все маленькие. Но гляжу. Моя большая голубятня. Долго смотрел. Начинает наклоняться. Определял. Определял. Что. Оказывается верхняя на чем стоит. Она не связана с низом. Нигде прочно. И помаленьку сползает. И поэтому. Тяжесть. Перекос. Дает. Решил все оттуда убрать. А ее законсервировать. До лучших времен. Убрать. Голубей перенести. Молодняк погибнет. Тут выбора никакого нет. Просто нет. Ну и. Наши музыканты. Ливия ходит к Устинову. Ее сопровождает. Сестра. Леонида. А из Канады приехали. Королевы. Елисавета ходит. К барабашам. Ее в Росте сопровождают. Ну и тут свои тут. События. Мело. По мелочи. Ну показать нужно наши ресурсы. Как всегда. Потому что люди некоторые не были. Не знают. Это первое. Наиглавнейшее было. Когда-то. Мой мир. Вот он как выглядит. Мой мир. На моем мире у нас тут много что есть. 18 758 фотографий. 6 354 видео наших. Тут не все. Тысячи. Ни одной тут не хватает. Вот. Тут я их переношу. С нашего. Очень легко переносится. С нашего видеоканала. Вот. Теперь. Наш форум. Очень. Хорошо составлен. Мастерски. Просто легко искать. 1600 тем. Больших тем. Я им не занимаюсь. Он стоит на месте. Ну 200 тысяч человек в среднем в день приходит. Ну и. Вот мы сегодня перед обедом. 22 июня. Вот. Это Володя тот снимал. Показано. Надо, наверное, показать самый заголовок, как это выглядит. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот сегодня поставил я и показывает 6 просмотров. А вот собрание на улице после выхода из храма посетило 25 человек. Свет не включать, пока не будут тщательно зашторены окна. 31. 31. Видите, сегодня 10 роликов поставил. Вчера 10, позавчера 13. То есть у нас очень богатый материал. Вот так. Ну и. Православный библейский сайт. Вот. Самый крупный, тяжеловесный, считаю. И тут самая ценность. 4124 ответа по темам. 55 тем. Отошел. Сейчас покажу. А что покажу. Ну, внутренний мир берется. Из внутреннего мира. Некоторые вопросы. Вопрос 663. Второй том открытым оком. По каким причинам некоторые люди от вас с ваших занятий перешли к отцу Михаилу Капранову или в секту? Ответ. Это я даю ответ. Только потому, что эти люди полностью истерлись в этом мире, как старая монета. А им нету разницы, куда притулиться, к Капранову или в секту. В действительности я не могу припомнить ни одного человека, который бы перешел именно к Капранову. Отец Михаил был такой. Или даже с занятий. Они просто перешли. То есть свалились в московскую патриархию. То есть в мир. Самый прозаический разврат. В секту перешел только один, как мне известно, Еременко Алексей. И кажется серьезно, потому что успел за это время переменить несколько сект. Это уже поиск, и это хорошо, и объяснение этому очень простое. У меня сохранилось много писем, которые он писал мне из армии. Ему постоянно являлись бесы, разговаривали с ним наяву. Думаю, что эти квартиранты, в кавычках, и утопили его. Есть еще и Митя Дружинин, потеряяский фермер, в кавычках. Но этот, просто не умея работать, подался на заработки в Велевейскую благотворительную организацию ВНСР. На прокорм. По крайней мере, продал душу не за даром. Это явление тоже не новое, всегда было в церкви. От нас уйти не просто трудно, а практически невозможно, чтобы уйти и не потерять веру полностью. И отходящие от нас сознают это, как крушение. Они и внешне изменяются до неузнаваемости, делаются абсолютно бессовестными. Никем не привлекаемо они вышли на суд против меня с самой грязной пахабной газетой «Московский комсомолец» на Алтае. Они на прополу и лгали, поносили, лжесвидетельствовали, открывали тайны. И что самое главное, суд был ими проигран полностью, и они рассеялись, як они бывшие. Да не вменят им Господь этого в судный день. Вы поговорите с людьми из нашей общины, какую свободу они имеют во Христе, какое братство. Я могу засвидетельствовать с документами и неопровержимыми доказательствами, что такой общины больше нет в православии, где бы люди были все обращены сознательно и крещены в полное троекратное погружение. Вот такой ответ я им даю. То есть люди слышали Игорь Звонда, не поняли, где он. Снова еще одно вытащим из папки этой. Вопрос 319, 17-й том, открытый моком. Как правильно вести дневник? Можете ли показать это на каком-то конкретном примере? Ответ. Можно ответить в виде народной сказки. Жили-были два мужика. Один был глубоко верующий, а другой был глубоко заблуждающийся вольнодумец. И они не могли терпеть друг друга. Оба были весьма знамениты на всю страну Русь несвятую. И оба писали дневники, пытались выправить себя к лучшему. Один через рассуждение, а другой добавлял к размышлениям о своей немощи и молитву. Оба были с бородами, и у каждого было много последователей. Толстой Лев Николаевич, 9-9-1828, 20 ноября 1910, 82 года. Иоанн Кронштадтский-Сергиев умер на 80-м году жизни, 20 декабря 1908 года. Дневники Льва можете считать, может, любой библиотеки. А вот с дневниками отца Иоанна посложнее. Их стилизовали, глинцевали житийные мастера. В дневниках человек пишет далеко не все, далеко не на показ много, но все же что-то может приоткрыться. Выписки из дневников отца Иоанна Кронштадтского. Оттуда были раньше стилизаторами биографии жития извлечены только благоговейные размышления и духовное созерцание. А все же личные интимные переживания батюшки, его непрестанная борьба с грехом, помыслами и чувствами, остались ненапечатанными. Тогда как каждая строчка всероссийского пастыря может иметь значение для того, кто, по его примеру, ведет жизнь по пути духовного совершенствования. На первой странице отца Тесан делает такой заголовок. Некоторые заметки о богослужении православной церкви на память мне, самому и дорогой братье моей отца Иереем, и диаконам от счастья, и псаломшикам. 12 мая 1907 года, 19 ноября 1996 года. Вспомнил я свою Санкт-Петербургскую Академию, жизнь мою в стенах и ее, которая была небезгрешная. Хотя был я весьма и весьма благочестивым студентом, преданным Богу всем своим сердцем. Был у нас студент в Академии, он напился до бесчувствия и отморозил себе руки за стенами Академии. Ворота были заперты на ночь, и он не мог попасть в Академию. Мне было приказано за всеночной стоять и держать Митру, Архимандриту Кириллу, экстраординарному профессору и помощнику инспектора Академии. И я не стал. И потом, когда товарищи заметили, зачем я это сделал, ответил им, сам снимет. Как мне пришла эта грубость в его отношении, я не знаю. Но только Архимандрит, видимо, обиделся на меня и по адресу моему на лекции в аудитории и говорил очень сильные нотации, не упоминая меня. Но вы дали мне возможность получить академическую степень кандидата богословия и сан-священника. 26 июня после литургии. Благодарю всем сердцем Господа нашего за принятие моей покаянной теплой молитвы о помиловании меня и исцелении лютой язвы сердца. Моябома, поразивший его за имеющиеся неприязнь к рабе Божией, за то, что она становится в храме впереди всех, я ее тайно уничтожил и подверг лицеприятию, ведь другим лицам я этого не сделал. 19 августа Ивановский монастырь. В следствии излишеств в пище и сладкопитьях и сна на пароходе я удобно подвергся искушению раздражения наездившей со мной Веру Ивану за то, что она возила меня по очередь к грязным квартирам, где я испытал сильное стеснение от народа. Это раз. Другой за то, что она очень далеко повезла. Тут я крепко рассердился на то, что она не назвала улицы, куда везет. Но я покаялся всем сердцем в своем нетерпении и своей нраве. Обвинил себя же самого и оправдал, как кроткую и смиренную. Ловит и ловит, непрестанно ловит все лукавые и все злобные враг. Сегодня в церкви, дома трудолюбия в Кронштадте, меня ловил и томил неприязнью к моему соборному псаломщику. Каким-то уничижением, ревностью и завистью к нему из-за того, что он очень сильно выделялся своим голосом при пении литургийных песнопений. С трудом я сломил насилие врага. Особенно сильно было 26 сентября и быстро, как молния искушения на великом входе со святыми дарами, когда враг приразился к сердцу моему, остраю неприязнью к жене за то, что она стояла за решеткой на солее, куда запрещено было всем становиться. Но с причастниками, неистово подходившими, я смутился и раздражился, и врага потешил своим гневом. Глубокое мое покаяние, однако, Господь принял и помиловал меня. О, как ловят окаянные! 31 октября в Кронштадте, в Дому трудолюбия, когда ходил с молебнами и причащал больных приезжих, ходила за мной из квартиры в квартиру пожилая дева, домогавшаяся частицей для причащения своего. В запасе оставалось мало частицей, я весьма даже рассердился на нее и резко отогнал ее от себя. Отогнал я ее сродницу, ходатайствующую за нее, и вот прогневал я своим раздражением Господа. И минующиеся духовные чадо мои досели уже несколько лет причащающиеся святых тайн Христовых, не научились послушанию, без злоби и любви, долготерпящие, предаются озлоблению и непокорности. Господи, да что же им с ними делать? Как и когда допускать к чаше жизни? Не давать ли им и пятимью? Но и меня самого, врача других, исцели, Господи, ибо я непрестанно согрешаю после причащения святых тайн. 24 мая Бесплотный злодей искал, ищет сделать для меня противным молодого врача, данного мне профессорами, и возбуждает жалость к внушительной сумме денег, которую он выговорил за два месяца. Но ты, Господи, разрушил коварство врага. 8 мая 1907 года Искусился лицеприятием и призорством, гордостью и неприязнью к нищим, не имеющим определенного занятия в Кронштадте, и часто подступающим без спроса у меня к чаше причащения. 20 мая Я сильно искушался через нищих мальчиков лет 9-10, неотступно преследовавших мою карету и просивших подачку. Я рассердился, озлобился на них за вторичное прошение. Им было дано по рублю, хоть и не всем. 28 мая На душе было уныние и неприязнь. Невольную я ощущал к встречающимся по дороге и в храме. В середине литургии враг усиливался поколебать мой мир присрастием сердца к блестящему тлену Митре. Пожалел я о том, чтобы не задымилось от горящих свечей и кадила. Проповедь сказал смело, сердечно, сильно. 31 мая, 12 ночи. Благодарю Господа, принявшего тайное покаяние мое в судительных и резких словах о правительстве русском, допустившем своими неправильными действиями японскую войну. 2 июня, вечер, 6 часов. Согрешил пред Богом, разгневавшись сильно на ЕМ, впавшую в большую погрешность против меня и всех плывущих на пароходе, заставило ждать себя долго и напрасно, когда надо было торопиться. Я сильно озлобился. 15-го служил в соборе благодатно, со слезами. Но враг бесплодный на литургии верно сильно отрывал сердце мое от любви Божией и от сознания своей душевной бедности пристрастием к суете, к Митре. Как бы не задымить ее кодильным дымом, от этого безумия избавился с трудом и только тайной молитвой покаяния. Какое глупое сердце! А сколько у меня метр до двадцати? А я уже старик. Кому же они достанутся по смерти? А разве износить их? Не за мишурой ли ты гонишься? За красотой или прелестно исчезающей? За узами или за путами, связующими твоему душу. От гордости и тщеславия происходит желание пышно и красиво одеваться. Зачем истребляют леса и оголяют землю во всем мире? 18-го июня. Один день я остался без службы Божией и почувствовал в себе оскудение духовной жизни, оскудение благодати, присутствие греховной силы. И нужна была немалая борьба с греховными усиливающимися влечениями. 22-го июля сказал проповедь содержательно и складно в присутствии предосвященнейшего Владимира. Господи, даруй мне благодатно не прилипляться к вещам мира сего, потерял гребенку. Вождь нашего воинства Ака Куропаткин оставил все поднесенные ему иконы в полку, в плену японцев, лазутчиков. Между тем, как мирские слова и вещи захватил. Каково отношение к вере и святыне церковной? Зато Господь не благословляет оружие наше, и враги побеждают нас. Зато мы стали в посмеянии и попране всем врагам нашим. Согрешил я пред Тобой, Господи, испытывающий сердца и утробы. Позавидовал автору сочинения «Начало и конец видимого мира». Что он, светский человек, и более меня, академика и священника, сведущ в богословии и составил свое это сочинение премудро, глубокомысленно, просто. 26 июля. Господа изменить мои чувства к нему на приязненное и доброжелательное. Что и дал Господь. Цветков плохо жил, пиво пил и нечто другое творил. Враг бесплотный внутри нас, в сердце нашем гнездящиеся, постоянно старается высмеивать, осквернять мысленно природное необходимость члены, созданные Господом для естественных отправлений. А то есть святые лица или предметы, достойные всякого уважения. А уж какие истории делает над нами во сне, какие строит химеры, описать невозможно. Как наяву, так и во сне враг льстит и берет душу и мою душу бесчисленными греховными мечтаниями. 25 июля. Каким бедам и насмешкам подвергает меня враг во сне. Какие мечтания неподобное внушает, а равное нелепое сновидение высказать невозможно. Уж и лиходей проклятый. Но причины таких вражьих мечтаний находятся во мне многострастным. Каждый час и минуту я должен внимать себе, чтобы не дать воле дикому ослу, моему ветхому человеку, исполнять свою ослиную пагубную волю и подвергать бесчисленным опасностям безопасные мои действия и блаженную волю моего Бога. Господи, расположи сердце моё к памяти бывшего митрополита Исидора, сурового и гордо всегда принимавшего меня, а, впрочем, и не лишавшего меня земных наград и тщетных славиц, крестов и орденов. Всякую ночь злые демоны поят меня презрением и насмешками. Согрешил. Вечером лишний раз попил чаю и поел булочки рыхлой на сахаре. Не надо было. Я раб чрева и раб многострастной плоти. Второе июня. Причастников младенцев множество. Мирян не очень много, человек сорок. Под конец раздражился и озлобился минутно на неумелость матерей, крестьянок и мещанок, поносить детей на упорство младенцев. Благодать мира оставила меня. Вошел огонь адский. И овладели мною смущение, скорбь и теснота. Немедленно осудил себя. 18 июля 1906 года. Причащал народ. Согрешил лицеприятием, неприязнью и привередливостью ковнов прибывшим в Леушино с женщинам, ничего не делающим, а только рыщущим по миру, с невнушающим доверие и неблагообразным видом. 14 июля, четверг. За мной гоняются из города в город какие-то странствующие девушки и худощавые женщины. Слышал я, признают меня за Христа, и я не допускал их иной раз за святой чаши тела и крови Христовой. Надо их испытать. Они ничего не делают, а только перекочевывают из места на место, где я там и они. Господи, вразуми их и спаси. 27 августа. 10 часов вечера. Чудно притворение совершил Господь внутри меня. В сердце моем, в душе моей, воспаленной гневом. Спасай так всех, как меня многогрешного. Сердце у меня самолюбивое, алчное, завистливое, корыстолюбивое, ленивое на молитву и на всякое добро. 2 июня. Если мало воды в реке Пенеге, то ты, Господи, только скажи слово, и она наполнится водой, и мое судно, пароход Николай, пройдет по ней до середины суры и обратно. Аминь. 13 сентября. Благодарю Господу, умерившего сердце мое, смущенное клеветой из Санкт-Петербургского листика. Листка распят ли я миру? Псалом 48.4. Уста мои изрекут премудрость. И размышления сердца моего знания. Псалом 100.2 стих. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. 2 Коринфянам 13.5. Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследываете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Есть просьбы, есть наказы, пожелания, красивые, хорошие, святые. Но как их выполнить, когда нас люто лают? Да так, что кровь остаточная стынет. Апостол Павел жил среди тревог, волнениями, штормами был опутан. И хидну стряхивал не раз то с рук, то с ног. И забывал уют семьи и ужин. Я говорю о радости всегдашней, о кое он просил и умолял. Что в радости скрывались, словно в башне. Все беды разводили по нолям. Ни продыха, ни шага без скорбей, обиды от друзей, от лжебратьев. Казалось невозможно не срабеть, смерть сутками вблизи и не за оградкой. Но радуйтесь и радуйтесь всегда, он пишет в Фессалонику Филиппы, Чтоб почернелая рассыпалась беда и горести с болячками отлипли. Как выполнить красивый тот наказ и не с резиновой сектантской ухмылкой, И сбыть и избегать на выходе. На выдохе бы спазм, когда трясутся жилы и поджилки. Блаженно тело и блажен тот дух, душой названность с телами совокупно. Ведь отцарствует Христос и воспевает слух, и про себя хвалу ему нескудно. Он наш триумф, как победивший смерть, исхитивший из огненного ада. Усыновлен, искуплен, лишь поверь и радуйся, ликуй владелец клада. Той радости глубинной и всегдашней не знает мир, не принявший Христа. Из вечности смотреть на беды наши пасхальный гимн расцвел тогда в устах. 8 апреля 2006 года. На сегодня все.